Дворец единоборств Тамбова понемногу становится домом для всех спортсменов региона. Сегодня там прошли уже вторые соревнования с момента открытия. На новой площадке открылось ежегодное первенство Тамбовской области по дзюдо. Все подробности у Олега Рожкова. У тамбовских борцов праздник. Дворец единоборств впервые открыл свои двери для дзюдоистов. И сегодня своими бросками новые татами обкатали более 80 участников со всего региона. Это настоящий подарок для спортсменов. Так организаторы решили порадовать перед учебным годом юных борцов. Эксперты без лишней скромности нахваливают площадку. Конечно, условия идеальные. Таких условий мы как бы видим только видели, только в других областях. Но на сегодняшний день у нас предоставилась такая возможность начать учебный год с этих соревнований, с прекрасного зала, с прекрасной организации. Правда, спортсменов на соревнованиях поубавилось. Впереди выпускной класс, учеба, экзамены. Но Александр Сверяев всегда остается верен борьбе. В этом спорте он с первого класса. И за 10 лет своей карьеры парень вывел для себя идеальную формулу релакса. Поэтому спорт своей жизни на обочине не оставляет. Пусть это бывает и непросто. Я живу далеко. И у меня, допустим, съездная тренировка занимает часа 2-3. И учить уроки потом очень сложно. Я стою больше на учебе. На тренировке морально отдыхаю. Я забываю обо всех проблемах. Заклад. На него сверху. Суши. У тренера Саши Елены Алексеевны тоже есть своя формула. Только не релакса, а настройки перед боем. Это первенство для спортсменов – важный старт. Поэтому, как и музыкальные инструменты, в этот день спортсмены должны звучать на нужный лад. Ну, в основном они привыкли, то, что я их настраиваю пожестче. То, что это борьба, а не посиделки. В основном я их ругаю. Мне кажется, это помогает. Первенство области подзюдо – спортивное сито, через которое пройдут только лучшие. После чего они отправятся на первенство Центрального федерального округа, которое пройдет 13 сентября в Коврове. Олег Рожков, Дмитрий Тищенко, Наталья Демина. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова